В начале времен мы все любили индийское кино за то, что полфильма все танцевали и пели, а вторую половину плакали, потому что главный злодей оказывался отцом того, кого он убил, а жена его сына приходилась ему бабушкой. Но матерый индус, работавший помощником монтажера в Голливуде, как-то украл с утилизации Pentium 3 и контрабандой доставил на родину, после чего весь мир прозрел от спецэффектов и супергероев Болливуда. Приветствую вас капли пота с шаолинского чела, с вами Федорович, а в этом видео вы наконец-то поймете, что с индийской травой мало что может сравниться в мире. Ну а если какая-то сцена вам особо понравится, пишите в коммент, сделаю на этот фильм обзорчик. Глупые люди слушают слова и верят в дела, а умные смотрят на дела и не верят словам. Но когда ты баловень судьбы, лучший мать его человек на этой убогой и грешной земле, ты можешь делать то, что хочешь, когда хочешь и с кем хочешь. Сингам, человек, избранный Зевсами Тором, баловень богов, обладающий силой больше, чем у Супермена, умеющий прыгать лучше, чем Спайдермен, с ударом сильнее, чем у Айронмена, ну и, конечно, с харизмой, больше, чем у Брюса Уиллиса. И это все один единственный коп. Героями восхищаются до тех пор, пока их не затмят новые. Именно поэтому в Болливуде каждый фильм – это создание нового героя. Возможно, кто-то из вас думал, что спартанцы – это крутые ребята без страха с божественными навыками боя. Но по сравнению с индийским пальмовым десантом они молокососы. Офигительная сцена захвата крепости, в которой элитный алкоголь бабы Рамы воздействовал на мозг сценариста, который создал элитных бойцов, катапультирующихся к врагу со щитами с помощью пальм. По данным соцопроса, 80% мужиков хотели бы иметь на новогоднем столе топ-модель. А чтобы дать зрителю то, от чего у него сорвет башню, никакие соцопросы не нужны. Нужно немножко индийской бурячихи. На ваших экранах болливудский мать его терминатор, по сравнению с которым голливудский терминатор даже не достоин покупать ему батарейки на базаре, не то что стоять рядом. Стать чемпионом может каждый, но не каждый может прийти в зал. А надавать по шее 10 бандитам-быкам тоже может каждый, но только лучший может это сделать, не используя удары руками и ногами. Обломайся, Ван Дамм, Брюс Ли и даже Чак Норрис. Эту дуэль вы проиграли. Человеческая жизнь очень коротка, особенно в конце, поэтому нужно брать от нее лучшее и смотреть только лучшее. Прямо как эта эпичная погоня на лошадях, в которой главный герой сначала заставил свою конячку снять с себя кожу, дрифтуя под фурой на асфальте, а потом беспощадно заставил свои железные колокольчики взять минор на столбе. Если вы самый умный человек среди людей в комнате, то это не та комната, где вам стоит находиться. А если вы когда-либо увидели крутое кино, вам обязательно нужно снять на него свою версию. Почему? Да потому что индийские режиссеры так и делают. На ваших экранах индийский Сильвестер Сталлоне только в десятки раз сильнее, круче, привлекательнее и жирнее. Если вы думаете, что погони на крутых тачках и уничтожение пару ламборджини в голливудских фильмах это топ, обломайтесь! Индусы вышли на хай-левел, от которого жалкий форсаж просто плачет в углу. Гонки на тракторах, на которых можно подпрыгнуть, дернув за руль, и супер дрифт в грязи. Вот где топ. Не нужно выдумывать самокат, когда в гараже стоит танк. А лучшим умам индийской киноиндустрии вообще ничего выдумывать не нужно. А зачем? Ведь можно тупо смотреть матрицу и параллельно снимать свою копию. Только в сто раз лучше. Этот фильмец снимали еще до того, как индийцы узнали про компы, поэтому мы можем увидеть реальный мордобой в его первозданном виде. Вернее, в том виде, как его видят мастера бесконтактного боя. Среди львов не бывает трусов, а среди индийских копов не бывает плохих. Бывают только реальные мужики с остальными яйцами или откормленными сраками, которые удерживают их на капоте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, в какой сцене вы бы поучаствовали. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки и мотивирую. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok